Друзья, привет, с вами Артака Мариан и сегодня мы обсудим вчерашний классик, который наверное все так долго ждали и прям верили, что Реал разгромит, ведь было очень много слухов, очень много кто со стороны говорил, что несмотря на не очень хорошую форму Реала, Барса просто потеряла всех своих основных игроков и Реал сегодня просто сыграет матч в одни ворот и разгромит Барсу. Как нефиг делать? Это были мнения всех комментаторов, это были мнения журналистов со спорта и так далее. Лично я вчера увидел абсолютно другой Реал, Реал, который меня сильнейшим образом разочаровал, потому что я прям очень давно не видел Эль Классика, настолько скучный, настолько бесхребетный Реал в Эль Классика и Реал, который в принципе не старался каким-то образом показать свой характер, показать, что мы видим с вами настоящий, Реал Классика. Это меня сильно разочаровало, я не увидел команду, я увидел ленивых игроков, которые как будто вышли на товарищеский матч, показать, что вот мы здесь, посмотрите, мы умеем пасоваться, а иногда мы можем привозить себе мячи. Привет голу и гильда этого, Гюндагана. В общем, честно, Реал вчера абсолютно никаким образом не заслуживал победы. Просто повезло, просто повезло и просто в команде есть Джуд Беллингем, который сделал результат. Вот два фактора. Лично я считаю, что Барса реально заслуживал этой победы. Несмотря на все свои потери, она собралась. Барса это настоящая тренерская команда, она выполняла все установки тренера, я в этом уверен, и она вышла на стадион сражаться за себя, за своих болельщиков и надрать зад в очередной раз Реал Мадриду. Реал же, такое ощущение отставания в Эль-Классику у них, даже не в отставании в Эль-Классике, а в чемпионате Испании, как будто у них 20 очков, и Реал вышел просто катать в вату. Напоминаю, отставание было в одну очку, а то, что мы увидели, это был ужас. Я забыл это слово, не буду говорить умными словами, окей. В общем, если бы не великолепный Джуд Беллингем, умничка, гений, я просто никогда в жизни не видел настолько интеллектуально умных футболистов в столь раннем 20-летнем возрасте. То, что показывает Джуд Беллингем, это настоящий пример того, каким может быть футболист, несмотря на свой юный 20-летний возраст. Уважаемый Венисиус, учись, пожалуйста, у него. Вот, я считаю, что этот игрок в ближайшие 2 года 100% получит свой золотой мяч. Забавно, да, мы все говорили про то, что вот Мбаппе, Холланд, эти 2 игрока в ближайшие 10 лет будут делить между собой, как Ишчан Роналд и Лео Месси делили золотой мяч на протяжении десятилетий между собой. То же самое мы увидим в матче, касаемо в матче в схватке Холланда и Мбаппе. Тут появился третий игрок из Боруссии, который впечатляющим образом влился в команду. Я никогда не видел игроков в полузащите, которые за 13 матчей сбивали 13 мячей. Это просто охренеть. За это Джуду Беллингему я просто, я не знаю, что говорить. Человек разрывает все шаблоны у меня в голове. Вот, и я считаю, что он действительно настоящий лидер команды и человек, который показывает, что когда ты играешь в матчах, надо играть именно так. Поговорим о Винни Сюсе, моем любимом кадре, которого я так давно недолюбливаю. Сколько хейта прилетало в мой адрес, когда я говорил, что он тупейший футболист в плане интеллекта футбольного. Что он транжирует всех своих моментов, несмотря на свою прекрасную технику, финты и так далее. Винни, я считаю, что этот человек в этом сезоне нереально ужасен. Он просто ударился головой в свой расизм. Ребят, в команде Мадридского Реала есть Минди, есть Беллингем, есть Родриго, есть Чуамини, есть Камавинга. Кто там еще есть? Алаба. Представьте, столько игроков такого же оттенка примерно, как и Винни Сюниор, а расизм мы слышим только в адрес Винни. И задаешься вопросом, а в болельщиках ли это дело или в самом футболисте? Если ты показываешь себя мерзотно, показываешь себя максимально непрофессионально на поле, постоянно пытаешься провоцировать как соперников, так и стадионы, ты получишь свой адрес, ровно то, что ты заслужил. Я не помню, он жаловался на это или нет, что вот он, его считают обезьянкой, кидают бананы и так далее. Ребят, если тебе на поле кидают бананы и называют обезьянкой, просто, наверное, стоит задуматься, а может быть ты себя ведешь как обезьяна? Вот это клоунада, это цирк. Честно, никогда не думал, что в команде, за которую я болею столько лет, когда-нибудь появится игрок, который я настолько сильно буду не любить, который настолько сильно будет убивать рейтинги клуба вот таким вот ужасным поведением. Ведь это все реально влияет на авторитет команды. Что делает Винни, я не представляю. И в голову сразу приходит пример Маркуса Решварда, хотя там пример поинтереснее, получше, так сказать. Потому что Маркус Решвард тоже был прекрасным футболистом, считался будущим Мю, в итоге ударился головой благотворительности и перестал играть. Тут то же самое, только тема еще хуже, еще скольже. И футболисты сам по себе творят дерьмо на поле, за что и получают то, что на самом деле и заслужил. Это поведение не достойно никакого внимания, которого так пытается добиться Венисиус Джуниор. Если честно, я просто считаю то, что увидев, как прекрасно играет Джуд Беллингем, Венисиус Джуниор начал, хотел сказать и забавно, Венисиус Джуниор и черная зависть, да? Как бы он меня не обвинил в расизме. В общем, хочу сказать то, что увидев, как прекрасно играет Венисиус Родриго, все перепутал, как прекрасно играет Беллингем в этом матче и на протяжении всего этого сезона, Вениси понимает, что он теряет с каждым матчем свой авторитет и пытается хоть как-то проявить внимание к себе, к своей персоне, вот творить такую дичь. На самом деле, уважаемый Вениси, тебе просто стоит научиться у более прекрасного профессионального футболиста, который играет с тобой в одной команде, как себя нужно вести на поле, чтобы не получать такую порцию хейта каждый матч в свой адрес. Очень многие говорят, почему Реал Мадрид, эти старые игроки, которым под 35 и так далее, не берут это все в свои руки и не пытаются показать Венисиусу, где раки зимуют. На самом деле, я не вижу Модрича в этой роли, Модрича это просто человек, который, ну блин, максимально добрый, максимально такой. Блин, Модрич, когда ты видишь, ты хочешь просто, знаете, вот так вот сделать, он прекрасный человек. Кросс, он профессионал, он интеллигент, кроссу-то вообще все не нужно, он просто выходит и показывает каждый матч, как нужно играть в футбол. Вот что умеет делать Кросс прекрасно. Был Рамос, Рамос бы реально показал ему, что такое играть за мадридский Реал и как себя нужно вести, но, к сожалению, он играет сейчас в Севиле, а не в Реале. Был Казимира, который является прекрасным примером для всех бразильцев, имеет большой авторитет, но он тоже сейчас не в Реале. И таких игроков, которые могут Венисиусу показать, как себя нужно вести, играя за сливочную футболку, просто в Реале не существует. Что говорить о футболистах, если даже Карло Анчелоти не может ничего с этим поделать? Вы же видели, как он просто взял Венисиусу и ввел его за ручку, как пятилетнего ребенка. Если Карло не справится, то я не думаю, что в команде есть человек, который покажет Венисиусу, как нужно себя вести на поле. Как-то так заканчиваю я свой прекрасный эфир. Я надеюсь, что я высказал свое мнение, которое вы либо разделяете, либо не согласны. Если не согласны, просто напишите свое мнение в комментариях. Я почитаю, отвечу обязательно. Ну и пожалуйста, поставьте лайки, наконец-то, или дизлайки, чтобы это видео хоть как-то набирало просмотры. А то с просмотрами у нас в последнее время дикая беда. Ну и все. На этом Артека Мариан завершает свой прекрасный эфир. Всем пока. Жду вас в комментах. Люблю футбол. Люблю каждого из вас. До новых встреч, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok